Я представляю, насколько не по душе, наверное, пришлась эта новость многим моим ненавистникам, моим хейтерам, моим врагам. И сейчас я даже говорю не столько про вот этих вот домашних кадыровцев, а есть у нас еще европейские псевдо-ичкирийцы, которые выдают себя там за каких-то борцов за свободу, но при этом являются теми же самыми кадыровцами. И я представляю, как у них бомбануло, они ведь делали там прогнозы, что не дадут, не видать ему здесь документов, ему не дадут здесь убежище, говорили они. Салам алейкум, брат, мы тебя в Грузии ждем, ты обещал приехать. Алейкум ассалам. Как только у меня появится такая возможность, я, иншаллах, посещу Грузию, но не уверен, что эта возможность появится в скором будущем, так как в Грузию я ведь тоже не въездной. Меня там тоже внесли в этот стоп-лист. Так что будет, я думаю, сложновато. Но я обещаю, что я постараюсь это сделать. Как вы знаете, я получил статус беженца 7 октября. Точнее, получил я его 6 октября, то есть решение вынесено 6 октября, но мне его зачитали 7 октября. Как только я узнал эту радостную для нас всех новость, я с ней сразу же с вами поделился. В этот же вечер на вокзале одного из городов, там у меня была пересадка, я решил, мне нужно было долго ехать до дома, и я решил, чем я буду это делать уже по прибытию. Поэтому, возможно, это, точнее, точно это было бы уже после полуночи, соответственно, это было бы другое число. Получилось бы, что я только на следующий день вам об этом рассказал. Я решил поделиться с вами этой радостной новостью сразу же, поэтому я прям на вокзале, на пересадке быстренько записал это видео, прям в дороге со своего мобильного интернета, местами переключаясь на Wi-Fi в поезде, я выложил этот ролик. Так вот, я хочу вам, прям, наверное, зачитать это решение, которое выдано. Это all inclusive, то есть максимально возможное в Швеции решение, которое я получил. Здесь несколько пунктов. Миграционное агентство сообщает, grant residence and work permit, то есть мне предоставляется резиденство и право на работу сроком на 3 года. Grant your refugee status, то есть мне предоставлен статус беженца и grant travel документ, то есть предоставлен проездной документ, женевский паспорт. Это документ, который дается беженцу вместо его проездных документов из страны его происхождения, так как даже если они у него есть, ему эти документы не выдаются, ему вместо них дается проездной документ страной, принявшей его и предоставившей ему убежище. Это делается только в случае предоставления статуса беженца. Это не делается по умолчанию, если ты получаешь гуманитарный статус. В этом случае ты пользуешься своими документами. Ты можешь попросить для себя этот документ, но тебе придется тогда обосновывать, почему ты не можешь пользоваться своими документами, если ты, например, не можешь пойти в посольство и так далее. В общем, тебе придется обосновывать. А если же тебе дают статус беженца, то тебе ничего обосновывать не надо, этот вопрос даже не возникает. Тебе сразу же выдают проездной документ. Ты, наоборот, не можешь пользоваться российским паспортом, если тебе предоставлен статус беженца. Ну и, естественно, ты также не можешь посещать страну происхождения. Любые другие страны этого мира ты можешь посещать. Ну и здесь указывается, что компенсация адвокату и так далее. Что касается трех лет. Почему я получил этот вид на жительство на три года? Дело в том, что раньше, до этого года, в случае предоставления статуса беженца давался сразу постоянный вид на жительство. То есть неограниченный тремя годами. Но в этом году вступил в силу закон, отменяющий это правило. И теперь первое решение о предоставлении статуса беженца или чего-либо другого, то максимум, который тебе могут дать, это три года. Это вид на жительство, временное вид на жительство сроком на три года. Который ты уже по истечению этих трех лет, ты можешь его либо продлить, еще получить временное вид на жительство, либо подать на постоянный. Но чтобы подать на постоянный, ты должен будешь соответствовать определенным критериям. То есть у тебя должна быть постоянная работа, ты не можешь иметь там какие-то нарушения, уголовные дела, судимости. В общем, на руках у меня пока есть только это решение. Никаких документов я, разумеется, пока еще не получил. Сейчас у нас начнется процесс получения, оформления всего этого, так как я должен на руки получить все необходимые документы. В общем, будем держать вас в курсе этих тем. Ну и естественно, у меня сейчас появляется возможность передвижения по этому миру, которым я, иншаллах, воспользуюсь. Которой я, иншаллах, воспользуюсь. Я, конечно же, буду передвигаться. И постараюсь это преобразовать в пользу для своей работы. То есть, чтобы моя работа стала еще более продуктивной. Пока еще не знаю, как я буду это делать, но какие-то мысли в голове уже есть. И если получится их реализовать, то будет круто. Надеюсь, что у нас все получится, иншаллах. На самом деле я очень... У чеченцев говорят барзвелла. Короче, я истосковался по возможности куда-то выехать, путешествовать. Поэтому первым делом я, конечно же, начну, иншаллах, ездить и передвигаться. Можешь теперь в Германию приезжать? К сожалению, нет. Вот с Германией у меня возникло недопонимание. Германия закрыла мне въезд. Но, иншаллах, мы решим этот вопрос. Новый статус ты хочешь использовать в политических планах или только для путешествий? Мои путешествия, они обязательно будут связаны с моей деятельностью. То есть, когда я говорю путешествия, это не подразумевается только лишь туризм. Это, наверное, в меньшей степени подразумевается туризм. Хотя где-то, наверное, туризм тоже будет, иншаллах. Куда-то, может быть, отдыхать, поехать тоже. Человек обычный хочется тоже немного, так сказать, на моря поехать, на Мальдивах позагорать. Ну, это я шучу, но вообще я имею в виду. Отдыхать тоже, конечно же, хочется. Но это, наверное, не столько идет об этом речь. Когда я говорю о том, что я могу передвигаться здесь, здесь я имею в виду именно свою деятельность, а не туризм и отдых. Томсо, теперь, когда ты можешь путешествовать по миру, то, может, устроишь встречу с твоими подписчиками? Мартанхо, я думаю, что пока нет. Пока я этого делать не буду. Это небезопасно сейчас проводить такие мероприятия. Но не исключено, что мы подобное сделаем. А разве блогерство не подходит в качестве работы? Ты же доход получаешь. Подходит, конечно, подходит. Там нужно, конечно, это все как-то оформлять. Короче, я сейчас не готов даже на это отвечать. Я не знаю. На самом деле я не знаю, как это все оформляется, что там дальше. Я никогда этого не проходил. Для меня сейчас новый этап в моей жизни начался. Я сейчас все это буду познавать. Получу, значит, свой вид на жительство на руки. Получу свой проездной документ. Вот этот женевский паспорт на руки встану там на учет. Теперь я ведь до сих пор был в миграционке. Все в миграционке, мое дело закрыто. Теперь я перехожу, значит, в другой орган. Соответственно, там уже какие-то другие процедуры происходят. И это все мне пока неизвестно. Я сейчас буду это все познавать. Я представляю, насколько не по душе, наверное, пришлась эта новость многим моим ненавистникам, моим хейтерам, моим врагам. И сейчас я даже говорю не столько про вот этих вот домашних кадыровцев, а есть у нас еще европейские псевдо-ичкирийцы, которые выдают себя там за каких-то борцов за свободу, но при этом являются теми же самыми кадыровцами. Я представляю, как у них бомбануло. Они ведь делали там прогнозы, что не дадут, не видать ему здесь документов, ему не дадут здесь убежище, говорили они. Я представляю, наверное, вы сейчас эти несколько дней сидите на антидепрессантах, чтобы пережить эту новость. И удовлетворяетесь, наверное, тем, что еще мой брат и моя мама не получили документы в Германии. Что ж, мы теперь идем к этому, к этим документам. У нас вообще сейчас из нашей семьи остались только моя мама и семья моего брата, кому не дали. То есть мой брат и его семья. У них пока нет статуса, но, иншаллах, скоро они тоже получат свои документы. Готовьтесь, так что, хейтеры. Субтитры создавал DimaTorzok